Радио Свобода 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 когда начали бить на Спасской башне часы. И где-то одним из последних ударов мы сели и подняли эти плакаты. И мы просидели в общей сложности около 10 минут. Стала медленно собираться толпа. Все они не москвичи, а туристы, так сказать, вот такого приезжие. Они ничего не понимали. И в это время побежали люди, которых мы... Кого-то из них мы знали даже, потому что это были агенты КГБ, которые следили за нами. Но большинство из них были охранники, такая секретная охрана Кремля. Там Мавзолей Ленина и так далее. В общем, какие-то люди побежали к нам, начали орать. Орать очень грубо. Хулиганы, евреи, тоже было такое ругательство. Алкоголики. И начали бить нас. Нас арестовали, привезли в КГБ, в тюрьму КГБ Лефортова. В Москве. И в октябре нас судили. Мы пробыли несколько месяцев в Лефортове, потом были еще в пересыльных тюрьмах. И, в общем, вот нас более... Знать, меня, Ларису Богорас и Константина Бобицкого, я из них троих только остался пока живой, нас послали в ссылку. Меня послали на пять лет в сибирскую ссылку. Ларису тоже, но в другое место. В Западной Сибири на четыре года. И КГБ Лефортова Богорасова в европейской части на север послали на три года. А двоих из наших, более молодых участников, у которых как бы было уже судимость на участие в другой демонстрации, там еще что-то, Дремлюгу и Долане послали в лагерь. И Дремлюга пострадал в этом случае дольше всех. Он провел шесть лет в лагере, потому что ему добавили срок. Как говорили, в то время раскрутился. На новый срок уже в лагере. Он провел шесть лет. Вадим Долане, самый молодой участник, три года в лагере. Но самая страшная судьба была у Витти Файнберг, который, как я говорил, уже пять лет, из нашего дома. И Наташу в этот момент отпустили, потому что у него был маленький ребенок. Ее посадили позже. И она тоже провела почти два года в смырежном доме. Итак, Павел Литвинов. Разговор 1 декабря 2014 года. Хотел вас на начало спросить о той резолюции, которая принята сейчас на конференции. Она достаточно жесткая по отношению к российской власти. На ваш взгляд, зачем нужны сегодня такие документы? Ну, я верю в слово. Все наше движение начиналось с движения слова, защиты слова и высказывания словом. У меня до сих пор библейское, так сказать, начало, что в начале было слово, я в него сильно верю. Поэтому все, что думаешь, протест, непротест, новые идеи, они все происходят через слово. Ну, бывает и не только слово, может быть, театр, может быть, что-то другое. Но для меня это слово, и русская интеллигенция, так сказать, была знаменита тем, что она говорила. Когда она не бросала бомбы, чего я не одобряю, она всегда говорила. Поэтому необходимо, все же ты вечно звучи, должно быть сказано слово, против чего мы и за что мы. Поэтому, как оно подействует, как говорил Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Надо сказать, что эти слова я процентировал на психиатрической экспертизе профессора Лонцу, одной из страшных типов института Сербского. И он сделал стойку, потому что там, видимо, решался вопрос, посылать мне в психушку или под суд, но, видимо, инструкции были. Но он так посмотрел на меня, а я был дурак, что я взял и процитировал. На психиатрической экспертизе не должен говорить таких вещей, конечно. Стихами говорят. Уже симптом. Но, в общем, меня в психушку не посадили. Но, тем не менее, эти слова, я в них очень сильно верю. Скажите, а когда слово становится делом? То есть, вот, сколько нужно слов, там, две тысячи или, там, две тысячи заявлений, чтобы люди в России поняли, что страна пошла по неверному пути? Если бы я знал ответ на этот вопрос, это, конечно, было бы хорошо. Нужно говорить, а сколько людей... Вот разница, скажем, между Россией и Украиной. В России были демонстрации, я даже пару раз ходил уже в путинской России на демонстрации небольшие, на Пушкинской площади, на Арбате. Вот, не было на Болотне, потому что меня в Москве не было. И ясно, что эти демонстрации были хорошие, люди там были замечательные, эти демонстрации, которые верили в перемены в России. Но на Украине в это время произошла оранжевая революция, потом на Украине был Майдан. Ясно, что какая-то разница есть. Разница ли в характере людей, или в количестве, может быть, просто людей, которые готовы были выйти, и украинцы показали, что они готовы умирать за то, что они верят. Где переход между пустыми словами, как бы сказать, это нам не дано. Но хотелось бы, чтобы это было. Где-то в 91-м году что-то такое похожее было, но был общий настрой. Должно вернуться. Если мы то, что мы делаем, говорим, встречаемся, принимаем резолюции, объясняем западным властям, оно должно что-то сделать. Что-то должно пройти. Но я не знаю, доживу ли я. Но есть, на Ваш взгляд, проблема, вот, о которой многие говорят, это проблема того, что Россия, ну, скажем так, не то чтобы недораспавшаяся империя, но, в общем, вот имперский дух, он силен, и на нем как раз людей и пропаганда, ну, подкупает, что ли? Разумеется, это так. Разумеется, это так. Но я думаю, что в каждой стране есть что-то, на что можно купиться. Вот. То, что в истории, то, что была царская Россия, императорская, то, что потом была коммунистическая, она всегда упиралась в эту самую имперскую вещь, что она оказывалась более важным. Мы даже слышим империю в стихах Пушкина и Тютчева. Так что она была, и, конечно, это легко сорваться в этом направлении, и народ, который мы живем так хреново, и так далее, но, по крайней мере, мы русские, по крайней мере, мы можем радоваться и все нас боятся. Это, в этом смысле, путинская пропаганда очень успешна, она нашла вот эту болевую точку. Пока этого не произойдет, распадом или просто изменением сознания народа, это не уйдет, как до поражения фашистской Германии не ушел националистический дух в германском народе. Но сейчас его практически не видно, то есть должно произойти вот такое вот моральное изменение в народе. Конечно, фашистская Германия, когда произошло ее поражение, это было довольно просто, потому что она была оккупирована американскими войсками союзников, и был Нюрнбергский процесс, это действительно помогло. Но мы даже видим, как тяжел был этот процесс, даже в Германии. Без этого ничего не произойдет, поэтому какой-то настоящий разговор, не обязательно сажать, тем более стариков, которые уже там никого не осталось, кто помнит сталинский режим. Путинский еще не дошел до уровня репрессии, даже близко к этому. Но сам факт, чтобы страна вся прошла через какое-то моральное изменение, как было в какой-то степени после 20-го съезда. Я помню, что когда «Один день» Иван Денисович вышел в роман газете, я встречал в сибирских деревнях люди, которые первый раз, они знали, что сажали, знали, что было, но вот читать «Один день» Ивана Денисовича это было очень большое. И, в общем, я с удивлением увидел, что если пройдет вот такая книга, которая была обликана миллионом экземпляров через население, то оно все-таки меняется. Все-таки после 20-го съезда прошло долгое время, даже когда сажали диссиденты, все-таки это не доходило до уровня Сталина. Это все не похоже, но где-то должно произойти. Мы очень верили в свободу слова, мы верили, что когда радио «Свобода» будет говорить без глушилок, все изменится. Это не произошло, по крайней мере, произошло оно недостатусно. Но другого нету. Тут уже вопрос в надежде. Но люди должны формулировать принципы, говорить о правах человека, говорить о том, что свобода слова ненарушима. И главный вера в закон. Вот это чрезвычайно важное отсутствие правосознания в России. О нем говорил еще веховский автор Кистяковский. Замечательная статья, о которой все говорят Бердяев, Булгаков, они замечательные философы и религиозные мыслители. Но для меня самая замечательная статья профессора права Кистяковского, которая говорила об отсутствии правосознания в России. Это чрезвычайно важно. И этим никто сейчас не занимается. Я, когда начинал свою диссидентскую деятельность, для меня вопрос правосознания был самым главным. У нас была небольшая группа людей из диссидентов, все говорили о правосознании, кто всерьез изучал законы. Мне даже Сух Васильевна Калистратова, адвокат, который мне приставал с этим вопросом, купила мне УПК и сказала Павлу Литвенову, который знает УПК лучше меня. Но сейчас, знаете, деятели современного юридического, трудно назвать его правовым полем, типа председателя Конституционного суда Зорькина, они вообще крепостное право воспевают, что Россия поторопилась. Страшное дело, но это уже идет какое-то подончество. Понимаете, я понимаю, что он мог бы сказать, что мы ничего не можем сделать, но уже идти в таком направлении это уже никакого отношения к жизни не имеет. Это вообще анекдот. Я понимаю, там военная диктатура, какое-то современное дело, но за крепостному праву это такая чушь. Нет, нет, это очень печально. Это очень печально и действительно нужно, чтобы ушли такие люди и пришли новые юристы. Главное, что масса вещей найдена на Западе. Не случайно все эти неправительственные организации, все хельсинские группы. Надо сказать, что очень интересно, что хельсинская группа прошла движение по всем европейским странам и Америке, но идея этой группы Юрий Федорович Чарлов затеял. То есть мы понимали важность. Я помню, что я встречался тогда министром странных дел Америки, Киссинджером. Мы здесь обедали, там группа людей была, Валерий Челидзе, я там еще, пара людей, которые помогали переводить. И я сказал Киссинджеру, очень важно, что он любил вести переговоры, сколько евреев выпустить. Под каждый договор о разоружении, который Советский Союз имел с Америкой, давали список. Выпустить там столько человек, отпустить из лагеря. Я дал в списке Буковского, который сидел в лагере. Там обычно были списки евреев, потому что еврейские организации были наиболее сильными, правозащитными организациями для иммиграции и освобождения евреев из России. И я сказал Киссинджеру, что это все очень важно, я рад каждому человеку, но очень важно, чтобы Америка заявляла о своих принципах, как оно относится к вам человеку, общие заявления. Нет, этого мы делать не будем. Это была администрация президента Форда. Я говорю, почему? Я могу с принципа формулировать. Нет, какое-то идеологическое разногласие, самое тяжелое, проходят сотни людей. Поэтому сотни лет для этого, чтобы что-то изменилось. Поэтому это только раздражает. Этого мы делать не будем. Кто-то другой делать на американской правительстве не станет. Надо сказать, что пришел президент Картер, который первый начал говорить о правах человека и даже процитировал Сахарова. Так что я хочу сказать, что идеи хельского движения зародились практически в России. Ну или, по крайней мере, в Восточной Европе в какой-то степени. И сейчас где угодно, в Судане, в любой стране, так сказать, ссылаются на эти идеи. Поэтому мы что-то смогли найти очень важную. И это повлияло на весь мир. Но чтобы это вернулось к нам, это другой вопрос. Вот сейчас можно было бы с политиками Запада вести примерно такой же разговор, требовать от них, чтобы при переговорах с путинским режимом они активно добивались, ну, например, освобождения политзаключенных. Если невозможно, освободить сразу Крым. Ну, давайте хотя бы десяток другой людей освободим. Необходимо. И необходимо. Сейчас у нас уже есть список людей, признанных политзаключенными, там, около 50 человек. Их наверняка больше и боюсь, что будет еще больше. Эти списки надо повторять, давать. И это не менее важно, чем требуется ухода советских войск. Советских, я уже говорю, автоматически. Войск российских из Крыма. Потому что это все звенья одной цепи. Как, я помню, что когда мы начинали правозащитное движение в 67-68 году, а потом вышли на демонстрацию против вторжения Чехословакии, все говорили, ну, ладно, пока вы говорили о свободе слова, мы с вами. Но вы вмешались в большую политику, для меня это неразделимо. Чехословакию оккупировали из-за того, что они добивали свободы слова. А не из-за чего-то другого. Там, какой-то чушь, о которой они говорили, что западная Германия собирается в сторону... Чехословакия — это ерунда полная. Что они боялись? Две тысячи слов. Как вот был тогда анекдот в то время. Был такой замечательный документ две тысячи слов, созданный группой интеллигентов, писателей в Чехословакии. Вот. И про этот документ писали из вести, правда, со страшной злобой. Потому что он прямо шел в сердце советского режима и всех перемен в Чехословакии и в России. И когда ввели войска, был анекдот такой. Какой народ в мире лучше всех умеет торговать? Чехи. Потому что они за две тысячи слов получили пять тысяч танков. Такая... Такая... Это абсолютно точно имеет полный смысл этот анекдот. Павел Михайлович, если бы вы говорили с людьми, которые вот верят путинской сейчас пропаганде о том, что Крым так захотел, это его выбор, что бы вы им сказали? Я бы им сказал, так сказать, что посмотрите на Шотландию. В Шотландии был выбор и желание независимости от Англии, от Великобритании много лет. И постепенно там появлялись парламенты. Посмотрите на Каталонию. Есть страны, которые хотят жить независимо, а может быть даже перейти в другие страны. Это более тяжелый вопрос. Если бы Крым действительно захотел перейти в независимое состояние и постепенно говорил об этом 20 лет, 30 лет, обсуждались и так далее, и потом обсудить и решить, что делать с различными группами, такими, как крымские татары. В какой-то ситуации я теоретически могу поверить, что через 30-50 лет мог бы быть референдум, при котором договорились и отошел бы Крым куда-то, как разошлись без единого выстрела бездельных жертвы Чехия и Словакия. Так что ничего страшного нет. Но это же не был такой референдум. Это же был обман. Какие-то агенты пришли, воспользовались неопределенностью на Украине и тяжелыми ситуациями и захватили страну. И референдум был последованный. Я вполне верю, что большинство русских, живущих в Крыму, не знаю, как сейчас, в тот момент, могли бы хотеть независимость, могли бы присоединиться к России. Хорошо, давайте об этом говорить. Я верю в право на ценное самопределение, но там живут разные люди, надо решить их все интересы и решить, кто куда отойдет, какая страна. Это не решается за день, не решается оккупация чужих людей. Потому что то, что вы говорите, что мы знаем, что Крым наш и большинство хотят, докажите нам, докажите нам открытым вопросом. Скажите, что вы будете делать с крымским нотарами, может быть, так сказать, Севастополь, я правда не государственник России, так сказать, но я бы сказал, заберите Севастополь и не Украины, Севастополь отдайте России, пусть они те фравые корабли там с ними еще хотят делать, дайте кусочек земли и море туда, если надо, да, я уже не решаюсь вопросов, я просто говорю, что разговор о праве наше ценное самопределение законный разговор, я никогда бы не решил ни Крымы, и даже Донбасса право обсуждать, так сказать, их самоопределение, но когда приходит другая сторона или с войсками, или, так сказать, с угрозой войск и делает тайно, быстро какой-то референдум и захватывает чудную землю, это, я бы сказал это, я бы сказал, что я не против. Надо помнить, что каждый из них не один, надо решать вместе, надо решать, кто кому пойдет, как развод семьи, муж может уйти, так сказать, из дома, но надо потом разлить имущество, надо решить, что делать с детьми. Такой же разговор, это быстро не решается с адвокатами, с мировой, не случайно в суде разрешаются имущественные дела о разводе или о разделении фирмы, а это это еще больше, столько всего, поэтому это не серьезный разговор. Хорошо, Крым ваш, но давайте поговорим, узнаем, может быть, кто-то там живет, вы же не живете в Крыму, когда вот какая-нибудь поэтесса, которую я очень когда-то любил, Дана Морисовская, или даже милая Зина Миркина, вдова померанца, вдруг начинает вспоминать, что там был как-то бели союз писателей, и это из-за ностальгии, так сказать, это наши, никаких хронических там не было, это абсурд. Был договор, был разговор, пусть несовершенный, даже была поддержка вот этом Будапештском соглашении, что все территории, которые были решены до раздела союза, они остаются в тех руках, которых они есть. И потом вдруг раз это все Крым наш. Глупость, но кровавая глупость, и безумно жалко крымских татар, людей, которые, если кто-то имеет права на Крым, пусть ненависим на большую его часть и на автономию и так далее, крымские татары, у меня за них болит сердце в первую очередь, если мы говорим о Крыме. Да, там, собственно, репрессии уже фактически. Там сейчас уже идут репрессии, да, вот, то есть возвращаются эти люди, в общем, они основали в России и повлияли на нас, на диссидентов мирного, всем народам мирное сопротивление. Удивительный народ. Он доказал, так сказать, что могут. Сколько мы знаем мусульманских народов, которые не бросают бомбы и устраивают мирное сопротивление, и пишут письма вежливые в правительство. я не знаю ни одного. Их надо носить на руках, но это мое, так сказать, личное мнение, но они нас научили. Благодаря тому, что у них был бюллетень довольно коряво написанный и так далее, крымский татар, это была одна из идей хроники. Мы посмотрели на этот бюллетень и сказали, надо создавать хронику прав человека, хронику текущих событий. Это было, я упрощаю, но, в общем, это был один из момента влияния. Они никогда не поднимали руку ни на кого. А сейчас их опять пытаются изгнать или репрессировать, расколоть народ всякими квислингами и так далее. Мустафа Джамилев, мой старый друг 67-го года, никогда не применял ни оружия, ничего. Семь раз сидел там, 15, я уж не помню, сколько лет он всего отсидел. Никогда он не стал нелидером насилия, его голос слышат. Это же поразительно, так сказать, что не было ни призыва насилия, ничего. Павел Михайлович, а Донбасс, опять же, вот Крым, значит, здесь ссылка на какой-то референдум, псевдореферендум и так далее. А Донбасс, там развернулась просто настоящая война. Можно ли, ну, сейчас, опять же, какими-то усилиями общественности хотя бы это заставить российскую власть остановить? Можно и нужно. Я считаю, что здесь уже вопрос очень международный, так сказать, организация переданных наций, организация Европейский Союз. все должны продолжать. Они довольно хорошо выступили. На мой взгляд, так сказать, я ожидал, что они гораздо хуже выступили. Все-таки выступили в поддержку. Поддержку украинского народа. и надо, конечно, заставить вывести русские войска и российскую поддержку. И попробовать после этого возможную серьезную переговору. Там есть какие-то бандиты, но они все-таки выражают мнение части русскоязычного украинского народа, как его ни назвать. Там есть люди, которые действительно не ассоциируют себя с украинской культурой, с украинской государственностью. Тоже, так же, как в Крыму, можно обсуждать вопрос. Я бы сказал, достаточно была бы автономия. И вообще Украина должна твердо сказать, что двуязычие необходимо. И необходимо, чтобы люди себя ощущали этнически русскими, оставаясь гражданами Украины. Если они всего этого не захотят, то тоже теоретически может быть разговор об отделении. Но уже, чтобы Украина тут тоже сделала много ошибок. Идиотские попытки ввести украинизацию, они взяли обратно, но она, конечно, очень помогла пропаганде антиукраинской. Но вина, безусловно, лежит на Путине и на российской структуре власти, а не на украинцах. Я, как говорил, право на отсутствие определения, безусловно. Но должен быть мирный, серьезный разговор, без бомб, без ничего, без оружия. А так, у Украины нет выхода, как изгнать эти войска, которые там воюют. Ну, я так понимаю, что Путин просто наказывал Украину за Майдан, и Крым, и Донбасс. Разумеется, разумеется, как Брежнев, так сказать, послал войска в Техословакию, именно потому, что там они боялись развития свободы, они боялись того, на что надеялись диссиденты, они боялись свободного демократического государства. В этом же смысле Путин боится Украины, она может как-то так, наш меньшой брат, так сказать, друг, которого мы презираем, и язык которого не уважаем, культура его, так сказать, ну, ничего, мы плачем братья русских, и потом они вдруг становятся капиталистической, демократической страной, это, конечно, невыносимо для этих бандитов. В этом все дело, все остальные разговоры, это только запорошить глаза. Вы ждете что-то от российской оппозиции? Я очень надеюсь, я очень надеюсь. я не могу сказать, что я верю, что случится завтра, но под давлением и экономики, и западных санкций, и ухудшения всевозможных отношений, то, что эти зажавшиеся КГБшни, которые вокруг Путина, так сказать, стали миллионерами, миллиардерами, для них нет возможности путешествовать, или не для всех них за границу, что они любят делать больше всего на свете, учить своих детей в английских школах, я надеюсь, что это на них достаточно повлияет, что они начнут проявлять какую-то гибкость и оппозицию. Вы верите в санкции? Я верю в санкции, но я не верю, что они... Во-первых, их надо делать умно, во-вторых, санкции всегда работают двояко, они, с одной стороны, напоминают людям о том, что происходит, с другой стороны, увеличивают раздражение, поэтому первая реакция на санкции может быть сплотиться вокруг Путина и сказать, а мы на вас плевали, мы такие лихие, так сказать, чем хуже для нас, тем лучше, для российских интересов. Но потом проходит время, люди думают, это нахрена нам это, и когда приходят гробы с русскими солдатами, не случайно они их прячут. Почему они прячут? Потому что люди не хотят, чтобы их детей убивали, эти солдаты. Так что слава Богу, что есть оппозиция, слава Богу, что есть хоть какие-то через интернет возникающие радиостанции и газеты, хотя телевидение полностью заткнуто, но все-таки что-то доходит, и эти 20% могут сыграть роль. Ведь разница на самом деле, как я сказал, между Россией и Украиной, в каком-то смысле в современном мире количественная. Как только будет достаточно людей, шучевозы хотят, они, чтобы там не говорить, если Путин не работает пропаганда, то он что-то меняет. Он пока не полностью сумасшедший. Конечно, мы ни отчего не гарантированы. Никто не знает, как в Кремле, мы только гадаем, кто что делает, когда смотрели, кто сидит рядом с Брежневым, и кого не было на Мавзолее, мы почти к этому уровню пришли. Потому что все слухи, и оказалось, что эти бывшие ГБшники и новые, бывшие комсулатские работники казались с полной хорошими пропагандистами. Вот эти все Киселевы и Соловьевы, они надо отдать им должное. Они такие суки, что они умеют что-то делать. И, к сожалению, народ, так сказать, их слушает в какой-то степени. Это надо этому противостоять, и все очень трудно. Ну, а экономический кризис, он может людей вылечить, или есть такие мнения, что, знаете, они выберут кого-нибудь еще хуже Путина, каких-нибудь чистых уже нацистов? Ну, никто не знает. Я не верю в нацистов. То есть, там есть какие-то дугины, которые бы служили их нацистской пропаганде, и Путин все время повторяет зады, так сказать, полунацистского русского философа или Ена, так сказать, и того же Догена пытаются сформулировать какую-то пропаганду. Я не думаю, что кому-то нужен нацизм. Нацизм или коммунизм это все-таки идеология страстная, как говорил Гумилев, так сказать, пассионарная. В общем, я не вижу среди думающих людей пассионарность. Они хотят построить побольше дачи, они хотят отдыхать, так сказать, на красивых курортах на Западе, но в общем изолироваться, вот устроить именно фашизм в стране, где смешанное население, где все больше и больше среднеазиатских, кавказских людей живет в Москве. Я очень плохо представляю, что это может прийти в чистом виде, но ничего никто не гарантирует. вы с Натальей Горбаневской, с Виктором Файнбергем, с остальными выходили на Красную площадь уже 46 лет назад. Скажите, вот сейчас, когда случилась война в Украине, вы видите необходимость, чтобы молодые люди точно так же выходили на площади? Я вижу, я их поддерживаю и считаю, что без них ничего не случится. Сила Украины была именно в тех молодых людях, которые вышли, которые стояли на морозе, которые даже бросали бутылки, хотя это я вообще сторонник мирного движения, но тем не менее думаю, что я бы тоже там стоял и кидал бутылки, если бы был там на месте. Это просто такая естественное развитие революции. И я вижу, что это необходимо. Я бы, наверное, был бы я моложе и жил бы я в России. Я уже давно живу в Америке, поэтому я не участник этих вещей. Но я сочувствую, я люблю Россию, русский язык и мои друзья все еще там или их дети. Там я имею в виду в России. Меня это все страшно волнует, но я не вижу без того, чтобы люди пошли и были готовы жертвовать очень сильно, чтобы что-то изменилось. То есть еще можно было думать, что я небольшой поклонник Ельцина. В то время могла бы возникнуть какая-то настоящая культурная оппозиция, которая я очень скептически отношусь ко всем реформам, которые прошли во время Ельцина. И, конечно, штурм Белого дома был ужасным. Я не хочу уйти слишком далеко в это. Но, в общем, переходы такого мирного просто на дворцовом уровне, как вот писал Юргенс в «Новой газете», я в него сейчас не верю. Должно быть давление людей, которые готовы жертвовать собой. К сожалению, мне не хочется, чтобы никто не умирал, но я просто не вижу, как могут произойти перемены без этих людей. Спасибо большое. У микрофона радио «Свобода» Михаил Соколов прозвучал разговор первый с правозащитником Павлом Литвиновым. Вполне актуальный сегодня, хотя это декабрь 2014 года. Разговор второй. Декабрь 2015 года в Ротслав. Павел Михаилович, первый вопрос это ситуация в Украине. Вот мы в прошлом году с вами разговаривали, когда там была такая горячая война. Сейчас некая фаза перемирия. Что вы думаете о том, что там происходит? Есть ли какое-то у вас серьезное беспокойство? Беспокойства, конечно, не может не быть. Должно быть беспокойство, потому что стоят войска большой страны моей бывшей родины России, которые готовы напасть на своего соседа, которого они до сих пор не считают, что это независимая страна. Поэтому пока эти войска не уйдут или пока правительство России не скажет, что они не имеют никаких претензий к Украине и в конце концов не вернут Крым, я думаю, что беспокойство будет и оно должно быть. Чревато последствиями и для всего мира, и для России, и для Украины. В данном случае я болею больше за Украину, потому что я считаю, что будущее России будет только тогда, когда она перестанет быть империалистической страной. Украина меня тоже волнует, я Украине сочувствую, но главное, что это плохо для России, хотя плохо для Украины, и конкретно меня волнует судьба крымских татар. На ваш взгляд, каким образом все-таки можно влиять на режим Владимира Путина? Ну, скажем, вот санкции действуют достаточно давно и незаметно, чтобы Путин серьезно изменил свою политику принципиально. У Путина есть и у его режима достаточно запаса прочности, несмотря на то, что экономически жизнь становится хуже, народы чувствуют нехватки продуктов, все же, пока люди не голодают и пока режим талантливым способом употребил прессу, телевидение и свою машину пропаганды, Путин, так сказать, торжествует в том смысле, что он лично и его круг еще не страдает по-настоящему и для него ощущение, так сказать, что пока он нападает, он не потеряет своего рейтинга, своей талантливости, уважения народа к нему и, несмотря на свое середнячество и серый характер, он умеет казаться чем-то и будет действовать, пока его не прижмут больше или он почувствует, что выход в том, чтобы завести какие-то переговоры и как-то найти компромисс. Может быть, ему придется уйти в этот момент, может быть, он будет вынужден уйти, но это может случиться нескоро. Но, кто знает, сейчас столько развития, события в Сирии, отношения с Турцией и так далее, очень трудно что-нибудь предсказать. Но пока явно давлений недостаточно, чтобы его сдвинуть. А как вы поняли вот эту операцию в Турции российскую, зачем это нужно было Путину открывать новый фронт, не закрыв вот этот фронт в Донбассе до конца? Иметь в виду в Сирии? Да. Ну, мне трудно сказать, я мышление людей, которые, так сказать, начинают любую войну без того, чтобы это было совершенно необходимо для страны, потому что ни Украина, ни Крым, ни тем более Сирия России по большому счету не нужны, это не в интересах России, в интересах России, так сказать, быть в мире, который в целом уравновешен. Поэтому мне трудно понять людей, у которых в мозгу нападать, нападать, чтобы от этого нападения решать проблемы, которые очень трудно решить внутри своей страны. Поэтому я думаю, что он решил показать всему миру, что он все равно что-то значит, что несмотря на то, что он из-за Украины и Крыма превратился, из-за сбития самолета превратился в изгоя, что он что-то значит, что с ним должны разговаривать и Обама, и французы, и все. И вот он в таком-то какие-то ракеты начал стрелять, потом начал бомбить, а теперь оказывается, что он бомбил в основном не исламское государство, а врагов вполне умеренных племен, которые враждебны осаду. Что он хочет этим доказать, не знаю, но ясно, что пока это ему помогает, насколько долго, я не знаю. Смысл не вижу. Вы все-таки живете на Западе. У вас есть ощущение, что в связи с терактами в Париже, в связи с вот этой инициативой Путина действовать самостоятельно, многие политики западные могли бы закрыть глаза или, по крайней мере, примириться с аннексией Крыма, чтобы вот эту опасность исламского государства, халифата как-то уменьшить, тем более, что идет большой поток беженцев в Европу, для них это большая опасность политическая, экономическая. Я уверен, что какие-то недальновидные люди на Западе могут считать, что если привлекут Путина и путинскую аппетиты во внешней политике на службу борьбы с исламским государством, то это им поможет и может решить проблемы с беженцами. Но я думаю, что Европа и Америка достаточно объединены чтобы этого не сделать. Я не представляю, как они могут сказать, что их больше не волнует агрессия в Восточной Украине или захват Крыма. Я плохо себе представляю. Но возможно, не прекращая этой агрессии, они решат какой-то сделать договор. Если Путин будет, по крайней мере, бомбить настоящих террористов, а не недружественные племена осаду, которые, конечно, защищают свою жизнь и выживание. Если Путин это сделает, может быть, какой-то компромисс найден. Но чтобы полное признание путинской агрессии произошло на Западе, я в это не верю. А как вы восприняли новый конфликт, который получился в Турции из-за сбитого российского самолета? Собственно, опять же, вместо союза теперь и вместо дружественной страны теперь фактически найден новый враг. Найти врага, это Орвел хорошо об этом написал, что враг для империи, для диктатур такого типа, который существует сейчас в России, всегда помогает. Помогает наличие врага. Лучше, чтобы он не мешал практически слишком сильно, но чтобы он существовал и достаточно изображал этих огнедышащих драконов в глазах населения, это безусловно полезно. Я не думаю, что Путин выбрал Турцию как врага, просто он решил показать Турции свое место, что мы крупная великая Россия, а кто эти турки? А турки между прочим большое, независимое, тоже не вполне демократическое государство со своими амбициями и когда Путин вошел в это игнорирование Турции и ее интересов достаточно далеко, то они решили показать, что они тоже не лакомшиты и без всякого выбора Путина сбили российский бортировщик. И дальше уже идет на таком уровне разговор двух полудиктаторов это уже вне моей экспертизы это вне отношения к тому что на самом деле происходит я думаю что они найдут какой-то перемирие я не думаю что ни Эрдоган ни Путин действительно не хотят настоящей враждебности уже сегодня турки заявили что они хотят снизить уровень риторики но это конечно опасно это в принципе районы и конфликты у которых которым больше ста лет они предшествуют первой мировой войне так что все очень опасно для мира надеюсь что именно этот конфликт как бы затухнет что вы думаете о современной российской оппозиции такое впечатление что она если раньше не могла объединиться у меня впечатление то сегодня она просто даже не способна оказалась действовать силу разных очень грустно очень грустно я полностью с вами согласен это очень грустно хотя я вижу по лицам и по непосредственной информации что есть достаточно много людей которые не пытаются пока что стать политической оппозицией но которые становятся чем-то похожим на нас только на более высоком техническом уровне с большим количеством людей которых готовых действовать на правозащитном уровне и может быть этот правозащитный уровень приведет к какой-то новой оппозиции но та оппозиция которая есть она практически смехотворна грустно но факт те у которых есть что-то они уже слишком старые слишком неактивные а молодых удалось подкупить отправить в эмиграцию убить пока ее настоящая оппозиция не видно как как вы восприняли убийство бориса немцова зачем это нужно было ну зачем это это для меня не вопрос он конечно был смелый лих лих лихой человек готов действительно ставшим настоящим оппозиционером не боящийся последние годы почти ничего в общем ведущий себя как естественный член оппозиции не оппозиции его величества а именно настоящая оппозиция и он конечно был очень неприятен именно своей такой как бы сказать веселой независимой душой и наплевать на на угрозы он становился все больше и больше опасства для режима послали ли прямо убивать его или намекнули его убили поняв хорошо что он мешает какие-то другие лица я не берусь то есть этого это непонятно как ну мы помним из истории что когда какая-нибудь влиятельная там какая-нибудь дама из клана Медичи скажет ох как мне надоело эта каталонка и вдруг эту каталонку кто-то убьет просто потому что она так сказать сыграла какую-то роль это все понятно что что Борис Немцов поднадоел а кто принял этот сигнал по прямому приказу или по косвенному ну это историком выяснить в этом году в России будут выборы собственно в 16 в 16 году будут парламентские выборы ну вот сейчас идут споры вообще ходить на эти выборы которые так сказать фарсовый характер носят скажем яблоко есть есть вот эта демократическая коалиция Навального Касьянова участвовать не участвовать бойкотировать в общем отвеченный российский вопрос что делать у вас есть как-то не то что рекомендация а мнение у меня есть мнение но я не живу в России я думаю что если бы я был в России я бы пошел и голосовал я считаю что надо голосовать пока есть конституция надо чтобы следить следить за нарушениями чем больше будет известно о нарушениях закона на этих выборах тем лучше надо чтобы люди привыкали голосовать что в тот момент когда их голосование будет значить чтобы они знали куда идти как следить следить за подлогами и подделками то есть в выборах надо участвовать это пока еще не выборы в Советском Союзе близко к этому когда официально объявлен только один кандидат и тогда наверное не стоит участвовать а в этих надо участвовать и никого не обманет это участие это не прибавит легитимация если выборы пройдут с нарушением с большими нарушениями закона я думаю что люди это не обманет а привычка и доказательство этих нарушений несмотря на то что их никто не примет оно станет миру известно с помощью журналистов с помощью публикации то есть надо ходить не ожидая результата но стараясь этого результата достичь ну а если появилось бы один-два депутата скажем по кругам прошли бы в думу они могли бы изменить там как-то атмосферу ну хотя бы чисто психологически действуя на власть я считаю что да я считаю что да когда появляются такие люди как вот Шлосберг Пскове это конечно уникальное явление но мы видим что даже один человек так сказать с настоящим культурой политическим талантом и умением сформулировать проблемы появляется вся Россия по крайней мере хоть кто-то его слушает значительно если было бы таких людей больше это бы изменяло атмосферу ну вот вы вышли так когда в 68-м году на площадь было 7 человек 7-8 скажем так сейчас были демонстрации по 100 тысяч но власть не изменила свой курс насколько можно рассчитывать вот на какие-то мирные массовые акции протеста в нынешней России ну я действительно в России не живу но сам факт что вот эти выборы не выборы а демонстрации 2011 года тряханули власти и напугали показывает что они по крайней мере понимают что даже небольшие демонстрации но зависит от того периода и зависит от ожиданий они оказывают большое потрясение в обществе наша демонстрация тоже этому пример хотя ее практически в тот момент не заметили но вот оказалось что ее вспоминают я этого абсолютно не ожидал что и как бы цитирование упоминание нашей маленькой демонстрации увеличилось с годами но это может быть история но факт тот что чем больше страна погружена в молчание тем более небольшая демонстрация и независимости и требования свободы оказывает влияние так что это такая математическая формула непростая но она существует тоже другого способа кроме открытого выражения своих мыслей нету то есть я старый человек эмигрант не могу ничего сказать но я бы верю что так надо действовать и я бы действовал так если бы шел в России вот этого безнадежности ощущения у вас нет? ну должно было быть но все таки нету потому что я всю жизнь прожил с лозунгом выпьем за успех нашего безнадежного дела и я не вижу что сейчас это безнадежнее чем в другие времена были страшнее времена был был Сталин была система лагерей лагерей смерти и так далее и все таки несмотря на то что такой удар был нанесен по народу появились люди я думаю что люди появятся очень легко сказать что это вечная проблема России вечная колея и в общем это правда но из колеи тоже можно вылезти можно какие-то тракторы привезти и то есть вывезти и пробивать новую колею пробивать новую колею конечно гораздо труднее чем тащиться по старой но выходили как говорил Альдей Константин Толстой русский поэт неволе заставит пройти через грязь плескаться в ней свиньи лишь могут я не считаю русский народ свиньями что они будут наслаждаться они действительно мозги у многих сильно сдвинуты но выходили из этого как Герцин говорил рождаются новые поколения и приносят свои решения я встречал молодых людей в Москве я поражался насколько они независимы умны готовы действовать вот я так что нет у меня причин так сказать думать что это колея из которой невозможно вылезти пока не доказано у микрофона радио свобода Михаил Соколов моим собеседником в декабре 2014 и 2015 года был правозащитник участник демонстрации на Красной площади в 1968 году Павел Литвинов всего вам доброго до свидания моего Harvey его до descendants им molt faux кое м по